Окей, let's go! Этого джентльмена, представителя сообщества «Содружество хоккейных борельщиков» зовут Роман, но не Розенберг. К сожалению, да? Финансово. Ну что, товарищи, опять же, в начале нашего эфира не могу не задать вопрос. Зачем мы здесь? Да, кто его знает? Какой-то подсказ снимаем, но вообще так на МХ решили заглянуть в какого-то финала. Вот, вот, правильно. Это микрофон, немножко микрофоном наружу. Ножик, пузырькишки наружу. Вот, говорите. МХЛ, полуфинал. Да, подумайте. Что мы знаем о белых медведях перед началом серии? Ну, что они из Челябинска. Это важно. Шикарная формулировочка. Ну, там в свое время играл Александр Шаров, например. И Вячеслав Основин. Вячеслав Основин. И Василий Демченко. Василий Демченко. Роман, ты что-нибудь еще помнишь, кто еще играл? Про Василия Демченко. Про Василия Демченко. Ну, что-то смутное. Нет, я думаю, Дима хочет, наверное, узнать, что я ожидаю от серии, как обычно. Я вот чуть-чуть подготовился. Нет, Дима, как все современные эксперты, хочет знать, сколько шайб забросил Владимир Николаев, сколько шайб забросил тому, кого толще жопы и так далее. Нет, нет, нет. У меня все намного проще. Я же только это всех интересует. Да, я не знаю. Игроник, наверное, смотрит. Все нужны цифры. И в худших традициях. В худших? Да, в худших, безусловно, этих, как называть это, хоккейных экспертов, изучил тройку лидеров белых медведей по системе гол плюс пас. Давай. Руслан Агалам-Дезианов, Никита Телегин и Алексей Рыхманов. Если что, он читает эти фамилии первый раз? Да, 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 да. Ну, на самом деле, я их читаю третий раз в своей жизни. Первый раз я... Но первый раз вслух. На камеру, да. Слух на камеру точно. Первый, потому что я пытался понять, что же это все-таки за команда и кого предварительно хотя бы записать в свой блокночек. Вот эти трое были и на большом сайте в лидерах Мечелия, но и в приложении ИСЛЛ сегодня ничего не поменялось после последнего матча против омских ястребов. Мы, кстати, забыли сказать, что мы находимся в Red Machine. Давно мы здесь не собирались, ничего не изменилось. Кроме состава, да, участников. Кроме состава, Владимир. Вальдемар, ты негодяй. Вам очередной раз прогул, как в школе вот буковку «Н» в журнальчик. Вот. Так, ну что? А я все теперь вот, Роман нам накинул, мы слишком ожидания. Ожидания, давай. Слушай, я вообще, как бы, судя по тому, что увидели в полуфинале, как это, любой счет, с которым будет вести любая команда, что-то не гарантирует результат. В 46-е отыграли с 1-4, просто эпичничный камбэк. И взяли третью игру. А трактор, ну да. Трактор, да. В части трактора, как говорится, белые медведи вытащили серию с 0-2. Серия до трех побед, напомню. Поэтому легко точно никому не будет. Спокойно тоже никому не будет до самых последних секунд. Ну, оно и тем интереснее. Мы же понимаем. Тем более, в полуфинала уже до четырех побед здесь будет еще больше хоккейщиков. Игры должны быть от ножа. Да, насколько я помню по своим смутным воспоминаниям о прошлых сериях с белыми медведями, то, да, так примерно и было. 2-1, там что-то такое 6-4. Как-то выигрывали мишки, по-моему. Так что вот, бодренько, интересно и весело. Хороший хоккей, молодежка, наше все. А вчера снимаешь, смотри, окна Ярославля. Да. Я, к сожалению, не смог. Я вчера... Отличнейший сюжет. 3-0 после первого периода. Это да. 3-4 после второго. 4-4. И ярославские мишки забирают первую игру в овертайме. Так что тем интереснее будет серия дальше. Да, несомненно. Причем самое забавное вообще в этой ситуации в том, что с белыми медведями, получается, уже играли два раза в полуфиналах. Один раз судьба вывела с К-19-46 на чайку, второй раз на Лоха. Есть повод пройти в финал и попытаться взять реванш, да? Да, потому что оба поражения были. Да, в любом случае будет повторение либо финала 14-15, да? Либо 14-15, либо 18-18. Не, ну еще не дай бог, есть вариант, что будет вообще финал Белой Медведи с кем-то. Либо будет новый, да, финалист Белой Медведя. Никто не исключает никаких возможностей. Всегда все будет интересно. Да, тогда сразу зайдем с козырей про новые финалы и перенесемся в одну континентальную хоккейную лигу. О, да. Итоги четверть финальных серий. Чего, кто ожидал, как? Да она вообще разорвала все мои представления о хоккее континентальной. Как ты думаешь, да? Первый за много лет интересный плей-офф. Да. Я думаю, первые лет за 10, наверное. Это перекрестный плей-офф есть. Ты не боишься, что теперь его отменят? Нет. Пускай, пускай радуют. Нет, пускай будут серии с кавтомобилистом, локомотивом в ангар, чем бесконечный. Согласен, так ты знаешь, ты хочешь, наверное, перекрестный плей-офф сразу же с первого круга замутить? Да, не обязательно. По сути-то, что там это, получается, опять-то, она будет та же вот возня, чтобы не занять первое место. Чтобы не ехать на Дальний Восток, да. Чтобы не ехать на Дальний Восток. Пускай это сугубо восточная проблема. Вспомним, да, эпичный финал такого мега-турнира, как Кубок Надежды, где играет Динамо Игорь Хабаровский Амур. Ну, в принципе, наверное, да. А Кубок Надежды-то, а не авангард, как? Слушай, один, по-моему, как раз. Взяла то ли Рига, то ли Рига, это шпионал реально был тогда. Я помню только о чём Кубок Надежды, там был авангард, и он должен был его взять. Их было несколько, сколько я помню. Но потом, видимо, решили, что это не телесообразно, и фестиваль дополнительного хоккея закончился. Да, только надо было его сделать более, так сказать, не Кубок Надежды, а Кубок президента Российской Федерации. Тогда бы этот турнир был бы, может, более статусным. То есть турнир Узеров назвать турниром президента. Ну, в принципе, да. Интересно, я замечаю, да? Ну, конечно, можно Кубок 3К, не знаю, там вариантов масса, на самом деле. И тогда сразу, как это, огласим результаты, да? Динамо Трактор 0,4. Динамо Трактор 0,4. А мне этого достаточно, я сердцем. Тебе надо дарить эту, обязательно купить эту джерси какую-нибудь, там, где не написано прямо, что это слово Трактор. Может быть, белую какую-нибудь форму. В честь того, что ты уже челябинским экспертом стал в этом году. Я думаю, нам в этом поможет команда «Белая медведица». Ага. Но это не точно. Огромный привет с «Белой медведицей». Вы девчонки, вы классные. Олег? А ваша пресс-служба еще лучше. Олег? Ну, и я, ладно, так примажусь тоже. Примажусь. Мы прямо посетили все, что можно, связанное с Челябинском в этом сезоне. В этом сезоне челябинская комба, да. Кроме выездного матча. Ну, да. Ну, по крайней мере, все, что было здесь. Да. Два раза «Динамо» и «Митар» волейбольные, это такое тоже дополнение. Это офф-топ какой-то непрохотение, не знаю. Тем не менее, Челябинск – это волейбол. И всю челябинскую систему получается, да. Причем еще все отбортика, в нашем случае, будет так вот получилось. Ты был на «Челмете»? На «Челмете» не был. Ага. Все, значит, вычеркиваем тебя. Да, я… Из искателей челябинского комба. А на «Тракторе», по-моему, тоже не был. На «Тракторе»… На «Арене Трактора» я как раз-таки был. На «Арене», ладно. На «Арене Тракторе» на, как говорится, матч из всех звездших «Хелл» прошлого сезона. В этом печатка так не… Это будет преследовать нас этого китала. Жалко, на самом деле, что в том году мы не знали, что мы будем заходить на челябинское комбо, и можно было бы тогда попросить у себя джерси. Какое-нибудь красивое. Ну, ладно. К сожалению, да. Будем в этом отношении умнее. Вторая пара. Вторая пара. «Авангард» – «Локомотив». Паровозик смог. Паровозик смог. Я за «Локомотив». Я, кстати, это писал в «Телеге». Просто скажу то, что очень уж этот сезон нынешнего «Локомотива» напоминает тот сезончик, когда «Вашингтон» взял свой кубок стендер долгожданный. В первом раунде тогда они тоже сколько раз потыкались на Питтсбурге. Прошли. Пролетали седьмые матчи, не выходили во второй круг. Как бы тут все совпало. Поэтому есть большая вероятность, что паровозик сможет увезти чашку в Ярославль. Давно пора. А паровозик вышел на трактор. Паровозик вышел на трактор. Я думаю, там будет шесть матчей в пользу паровозика. Ну, как говорится, я уже боюсь что-либо прогнозировать, потому что трактор сейчас, я чувствую, ему глубоко по кайфу, скажем так. И, соответственно, будет... А «Локомотив» не по кайфу, да? Нет, нет, нет. Чисто покекать вы, да? Нет, «Локомотив» удалит груз ответственности. А на трактор груз ответственности не давит? Нет, не давит. Потому что мне кажется, что у трактора не было... Ты спрашивал? Ну, я почти уверен, что у трактора не было. Позвание? Прямой задачи выиграть этот вот кубок во что бы то ни стало в этом году. Особенно после начала регулярки. Ну... Ну, «Локомотив» из года в год, уже там, суть, из 2000 и какого там, восьмого года, является ежегодно претендентом на кубок. Вот и вся разница. Да, но видишь, раньше был скат ССК, и теперь как бы... Теперь все устранено. Я, кстати, туда тоже дала поймать, что парни «Авангард» «Локомотив» будет играть обладатель кубка. Но я хочу, чтобы во второй части сетки в финал вышел автомобилист. Пора КХЛ абсолютно новая обладатель кубка заявить. А «Металлург» «Магнитогорский» — ну, все. Списываем. Списываем. И они и с Амуром-то как-то с трудом пободались. И с любимым в петербургской команде «Спартак», да, который традиционно любит в Питере. «Спартак», в принципе, кстати, мог зацепить серию с «Магниткой», но, опять же, там... Не доцепил. Не доцепил, да. Все-таки немножко какой-то психологии, по-моему, не хватило. Потому что с 0-2-2-2, ну, и четко все-таки ребят не доехали. Я в этой серии со «Спартаком», «Спартак», «Металлург» сидел и угорал сам над собой. Потому что, с одной стороны, я как фанат армейской команды должен ненавидеть «Спартак». С другой стороны, я с детства... Сколько там знакомых людей сейчас в «Спартаке», да? Да бог с ними, с людьми знакомыми. С другой стороны, я с детства не люблю «Металлург» Новокузнецкий, «Магнитогорский». С кого ты ненавидишь больше, да? Причем вот те воспоминания из детства с Евгением Корешковым и его братом Александром, связанные с няней, почему-то больше в душу напали. Я по-любому был бы не рад, если бы одна из команд вышла бы в полуфинал. Но с точки зрения уделать там всех этих, как называть, разорвать шаблоны, было бы ржачно посмотреть серию «Спартак-автомобилист» в полуфинале. Ну да. И там чуть-чуть посимпатизировать Ваню Морозову тому же, который нам ничего плохого не делал. И верой правдой служил пару сезонов в основе «Спартак». Ну и финальная серия, да. Системная «Спартак-автомобилист» 1.4. Ожидаемо. Отрыв шаблонов. Ну 4.1-то никто не ожидал быть. Ну 4.3 хотя бы в пользу «Автомобилистов». Ну как это показало, да, у нас проблема, что все-таки, как бы, как не говорили нас с каждого, и системная система, но без некоторых игроков почему-то система не работает. В частности, без Никишина. То есть, как это, так вот и не нашлось качественного пакмувера. Саня выбыл, и как-то и в обороне бардак, и в созидании что-то некому... В обороне бардак это Захара перевели в оборону? Ну, я думаю, знаешь, я, кстати, удивлен, как Захар не отхватил, как бы, за свою манеру игры. Все-таки, это одно дело, там, с пацанами из торпеда, да, знаешь, их так провоцировать, там, пацаны не могут, да, значит. Здесь уже такие серьезные, суровые, уральские мужики, поэтому Захар, молодец, что смог от этого уйти. Да, ну, вот это можешь все разузнать, напоминаю, что 20-го числа состоится закрытие сезона у команды СК. Состоится оно вот там, вот, в Ледовом дворце, куда я вам... Выпишешь приглашение, да. Настоятельно рекомендую заполучить аккредитацию, и обязательно именно по аккредитации сходить, потому что есть такое поверье, что можно будет ворваться, там, на скамейке запасных, там, интервью, прямо во время матча. Сказки верить. Я верю. Взрослый дяденька, да. И вот, сам буду стремиться к тому, чтобы попасть туда, поэтому буду счастлив, если туда попадете и вы. Старайтесь, запишите 20-е число, это, по-моему, суббота, в кружочек ты, выходной ты не работаешь. Как это... Или по пунктам на запись. Ты же решил за всех со мной, да, да. Я бы знал, что это стандартная сцена. Да, 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 потому что у меня уже начинаются зачатки рабства, которые меня охватят в мае, поэтому, может быть, я и не приду, я не исключаю вряд ли, да. Но очень хочу там быть, скажу честно. Так, а что мы теперь, кстати говоря, давайте-ка подумаем, ждем все-таки от полуфинала в КХЛ. Ну, я жду нового обладателя Кубка, то есть и топим за автомобилист в одном полуфинале, а в другом, ну, мы топим за паровозик, ты ведь вам будешь топить за трактор. Напиши, ну, я буду наслаждаться красиво. Нет, в данном противостоянии локомотив-трактор я, честно говоря, буду рад любому исходу. Ну, да, потому что любое транспортное средство, как говорится, хорошо в финале. Но новый обладатель Кубка это будет реально очень круто, поэтому... Да. Поэтому мы переходим, можем перейти к лиге, где точно будет новый обладатель Кубка. Да, там, тем более, прогульщик Владимир что-то там спрашивал у нас. Он спрашивал, да, я ему уже ответил в чатике, да. Давай, озвучивай, что там спрашиваю. Обсудите, пожалуйста, шансы Динамо Невы на Кубок. Давай. 50% либо выиграет, либо нет. Вот, логично. Вот, максимально логично, потому что очень непредсказуемая пара, где может быть все, что угодно. Причем, давайте скажем честно, мы обрадуемся, если Динамо Невы выиграет Кубок, если Береслава выиграет Кубок. Потому что в обеих командах очень много близких там людей. Давайте мы обрадуемся, чтобы кто-нибудь из них выиграл Кубок 12, например, апреля на 6-м матче в Петербурге, или 7-го апреля на 4-м матче в Петербурге. Пускай. Я думаю, более вероятный вариант 6-й игры. Я не думаю, что там будет наливаться. Я думаю, да. Там 6 матчей точно должно быть. Я думаю, или 6, или 7. Может быть, даже 7, да. Потому что, на самом деле, очень непредсказуемая пара. Во-первых, ну, сразу, да, я думаю, что можно будет играть, за счетом будет игра вратарей. С этим спорить сложно. Ну, вратарей, да, это действительно. Я совсем не буду спорить. Да. Панчу, да. Я, кстати, причем думаю, что в этой серии, когда они будут играть на овертайме и буллит, я думаю, там все будут стараться решать в основное время. Что-то мне даже задумается, что будет там что-то типа 3-2, 4-3 в основное время. Ну, скорее всего, да. Потому что, опять же, мы знаем, что есть Диана Фархудинова, которую на буллитах... Ну, кстати, я скажу, что Даша Грэдзен не уступает. Да, Даша Грэдзен не уступает нисколько. Вот я поэтому говорю, что в одну из первых... Давайте без буллитов, а то это может затянуться. Да, в одну из первых очередей, скажем так, да, это будет игра вратарей. Потому что Дарья Грэдзен и Диана Фархудинова... Мы все прекрасно знаем, что они из себя представляют. Сейчас отвечаем друг от друга, что все мы знаем. Это, Март, а почвай на тебя. Они сегодня искрометно, как Иосиф Кобзон. В лучшие годы. Вот. Да, собственно, отвечаем Владимиру. Поэтому, да, вот я соглашусь, что самый, наверное, объективный ответ шансов и Динамо Невы и Бирюсы на победу в финале 50 на 50. У меня другое мнение. У меня мнение 55 на 45 в пользу Динамо Невы. А я не угадал. Потому что Динамо Невы уже... Ну и вообще команда Александра Зыгина, скажем так, дважды играла в финале, но у нее есть опыт финала, который достаточно важен все-таки. И Бирюса играла только в финале Универсиады. И что? И вот я вот... Я тебе слова неизвестного красотанина Валерия Карпина. Ну и? Вот. Именно вот тот фактор, что... Фарфалькау к нам не поедет. ...в прошлом году играла в финале, наталкивает меня на мысль, что Динамо Невы чуть-чуть больше фаворит. Вот 55 на 45. Это совсем чуть-чуть. Знаешь, есть такой вопросик, да, как на полшишечки, да? Да. Потому что увидим ли мы новый рекорд результативности в исполнении Оксаны Митрофановой? Ксюха, конечно, говорит, что ей везет, но мы-то знаем, что это не так. Я думаю, еще пару дублей хит-триков мы вполне вероятно увидим в этой серии. Кстати, не будем забывать, что буквально вчера у Ксюхи был день рождения. Поэтому мы поздравляем. Оксана Алексеевна. Вот. Я буду рад, если рекорд обновится, потому что она к этому идет уже не первый сезон. Она растет. Она доказывает то, что... Мне как-то два сезона, но у Ксюхи реально один лучше, другой, постоянно со мной лучше. Поэтому пора уже вписать себя в историю Жехаил. Просто вот с тех пор, как я ее первый раз увидел в первом сезоне, как я ее увидел, да, с Горным, конечно. Вот. Это машина, которая только разгоняется. То есть какие-то машины, они уже там со временем начинают замедляться, там что-то еще. Какие-то красные, да? А здесь она просто прет вперед. И я думаю, что у нее есть все шансы на то, чтобы рекорд Анны Шохиной обновить. Хотя Анна Шохина тоже вполне может обновить рекорд Анны Шохиной, мы знаем. Опять же... Да мы же за новые имена, да. На что способна Анна Шохина. Особенно, опять же, да, в великолепной связке с Фунузой Кадировой и Кристиной Глухаревой, которая, кстати, также показывает великолепный сезон. Один из моих любимых игроков, которые буквально, можно сказать, росли вместе со мной в этой лиге. Кстати, я не думаю, что в финале как раз такой будет еще как батл вратарей, но и будет батл Фунуза Кадирова против Аксады Митропановой. Кто больше зарешает, кто так командовать на кубок? Вполне возможно, абсолютно. Потому что давай отметим, что Фунуза, ну, реально лучший игрок по финальной серии, Сагедейли, как бы там, просто огонь в глазах, там получает травму, повреждение, рвется на лед, выходит, играет дальше. Но какие-то вот эксперты СЖХЛ почему-то про это не замечают, не пишут. Потому что надо забрасывать шайбы. Я удивляюсь, как они вообще определяют лучших вратарей, потому что вратари шайбы не забрасывают. Надо передать, да, девчонкам, что надо? Экспертных телеграм-каналов просят. Скажем так, у, опять же, у Дианы Фархудиновой есть голевые передачи. У Даши тоже, кстати, игра есть. У-у-у, наша игра есть за голевые передачи. Я не могу лишь ставить три копейки на тему того, что все-таки Павлову и Добродееву не надо списывать со счетом. А кто это списывает со счетом? Да, ну, она же не очень прошла, да. Все-таки надо помнить, понимать, что если у них игра пойдет, это дополнительная порция стоимости. Особенно потому что, наверное, вы послушали, как это микрофон во время матча на Екатерине Руслановне, там эмоций будет много, и поэтому, если ЖХЛ случайно посмотрит этот подкаст, у нас к вам официальное предложение. Повесьте микрофон на Александра Юрьевича Ведерникова. Это будет бомбический контент. Да, только нам, пожалуйста, исходники. Исходники, да, безописимые. Да, это будет топчик. А так, а по тренерскому цеху кто сильнее? Давайте уже по взрослому экспертизу. По тренерскому цеху ты сам сказал, что у Александра Юрьевича есть опыт игры в финале. Универсиада тоже какой-то финал? Или Спартакеада? Спартакеада, финал, да. Но все-таки, опять же, финал лиги немножко, мне кажется, это немножко другая песня. Александра Юрьевича, это непрерывный опыт матчей больше в ЖХЛ. Тоже согласись. Здесь тоже, да, будет решающий фактор. То есть, опять же, дуэль вратарей, дуэль бомбардиров и дуэль тренеров. Ну, тогда осталось еще найти дуэль с защитниками. Да. Кого мы определим в этом паре? Юлия Смирнова, правильно? Юлия Смирнова, один из самых опасных защитников, по мнению очень многих нападающих. Но не по мнению экспертов, которые меня замечают. Да. Если нужна дуэль защитников в данной паре, я думаю, что Леана Ганеева, Дарья Тетерина. Или еще более классический победим Леана Ганеева или Леона Проворова. Ну, там свои моменты, мне кажется, что они уже исчерпаны. В рамках контекста. В рамках контекста, да. Нет, по игре. Я думаю, что да, как бы Леана Ганеева все-таки, извините, у меня 37 минут за матч в среднем проводит на площадке. Даша Тетерина может зарядить... Не только по шайбе, но и по сопернику. Не только по шайбе и по сопернику, а может... Кстати, Даша, сетка так до сих пор не порвана. Я жду. Так, а тут Бальдемарт нас ждет ответ на вторую часть своего вопроса. Ты не озвучил. Вот. Насколько неожиданным является для нас выход Бирюсы в финал. Он не приходит, поэтому мы не озвучиваем. Но для меня ничего неожиданного нет. Вполне ожидаемо. Я даже счет серии угадал. Я не угадал счет второй серии и только второй серии. Я ждал этого. Но там, как говорится, было тоже процентов 60 на 40. Я думаю, там было процентов больше. Как минимум 75, потому что у Торпедо все-таки проблемы с составом немножко серию зарешали. Может быть, да. А так, как бы, вполне. Если Динамо и Нива с Агиделью играли между собой, то, соответственно, сам автоматически один из вариантов Бирюса. Почему нет? Обычно как? Обычно, если любите полуфинал, любители играть Динамо и Нива с Бирюсой-то. Ну, знаешь, обычно у нас есть экспертные мнения, которые говорили, какой будет финал чемпионата. Играй вам большой привет, друзья. По сравнению. Где? Где, да. Потрачено. Потрачено, да. Так, давайте-ка мы еще теперь вспомним краем глаза. ВХЛ существует. Как вам там раскладики? Там раскладики, вот на самом деле, там потрясающий плей-офф. Там, опять же, 16-я команда выбила первую. Черт, я в трауре, да. Эх, Мишки, да. Обладатель кубка слетел в четверть в финале. В втором ваунде, да. Семь матчей было. Семь матчей. Мишки не посел и проходят, проходят. Заруба максимальная. То есть, ВХЛ это лучшая лига мира, кто бы что ни говорил. Я, кстати, думаю, что там пол... Передадим привет одному нашему знакомому фотографу, который говорит, что ВХЛ это лига, в которую хоккеисты приходят умирать. Ну, умирают на льду, там реально парни. Нет, парни умирают на льду. Понятно, привет. Вот, но здесь именно вопрос в том, что это великолепная лига. Ну, кстати, у нас уже там тоже по финалу известно. Я думаю, что как раз досрочный финал уже на саде по финалу нас ждет. Нефтяник Рубин? Совершенно верно. Интересный финал. Да. Досрочный. Так, подожди, они же друг по другу вышли. Это досрочный финал, я думаю. Ну, не скажи. А там, получается... А КРМ-югра? Нет, я не согласен. Так-то. А КРМ показали великолепный сезон в этом сезоне. Не поборю с этого слова. Павтология, наверное. Минуткая филология, да? Да. Вот. Да неизвестно, что там будет, честно. Мы же прогнозируем, да, не утверждаем. Да вот у меня даже прогнозы не получается дать, потому что мне на одну из этих двух пар. Потому что Рубин вроде как по идее... Все прогнозы в ЖХЛ закончились. Да, давай. На бумаге сильнее этого нефтяника Альметьевского. Ну, нефтяник, потому что это очень сложные цифры. Да дальше мы уже не придумали. Нефтяник на одну пятую теперь превращается в Багмарский Акбарск. Я думаю, там весь хоккей республики, кто сам это превращается в Багмарск. Поэтому... Ламда Шфаляхова. Знаете ли, друзья, теперь получается, что там команда Рубин будет биться с Акбарсом, в определенном смысле слова. И там уже шансы... Можно так сказать, да. Там Дима Котелевский, по-моему, играет. Есть такое. Да, поэтому серьезный будет. Серьезный соперник нефтяник в этом году. Я говорю, что я поэтому считаю, что эта пара реально засрочный финал. Как говорилось в одном сериале, который мне не нравится... Молодежь? Да, в плей-офф легких соперников нет. Вот. Несспорно. Я тоже думаю, кстати, что в Юрубин где-то нефть будет, но матчи 6 минимум. Я думаю, там выноса точно нигде не будет. Выноса? Вынос только кривых рук. Вынос и да, нигде не будет, безусловно. Так, давайте мы, кстати, заглянем. Куда? В телефон. Да, может быть, стала известна вторая пара плей-офф национальной молодежной хоккейной лиги. Так. Про которую, кроме меня, никто не помнит. Да, рассказывай. Вообще, этого не стесняющего. Я каждый раз пытаюсь. А в Эльдемар, может, о! А нет, в 18.30. Это, конечно, Константин нам пишет вопрос в эфире или вопрос просто так? Нет, про волейбол. В 18.30 сегодня Тамбов и Эканиева Бобров играют в последний матч, счет 2-2 у них в серии. Что такое Эканиева? Хоккейный клуб из города Бобров. А чем оно? Почему Эканиева? Потому что в городе много Бобров. Экологически чистый город, наверное. Ну, ты вот меня будешь спрашивать, почему названа команда. Молоко есть такое, Эканиева. Замечательно. В пятерочках нашего города. Не помните, что это самое хоккейное молоко. Короче, это последняя серия, которая... Это была попытка сделать бесплатную рекламную интеграцию. Не завершена. Сегодня она завершается пятым матчем. И будет известна вторая пара полуфиналистов. Первая какая? Первая пара Юнисон-Москва. Сейчас я ездить, прошу прощения, я посмотрю. Да ничего страшного. Все, прости. Потому что старый. Юнисон-Москва, если я не ошибаюсь, она проводит матчи на ВТБ-арене. Зачем так? Да, не так. То есть, получается, что победитель сегодняшней пары выходит на Рыбинский полет. Так. Так, а где у меня... Первая пара полуфиналистов – это Юнисон-Москва и Пензенский дизелист. А, вот оно что. Интересно, что подборочка. Пензенский дизелист, Пензенская школа хоккея – это известнейшая школа хоккея. Сразу вспомним, да, кричалок у болельщиков дизеля. Выпьем соляры, шайбой закусим. Ну, да. Так что в этой лиге, которая, наверное, самая недооцененная лига. А еще мы вспомним, раз уж о Пензе речь зашла в другое дерби... Не напоминай. А еще, раз уж вспомним... Он нас троллит. А еще, раз уж мы вспомним о другом дерби, то можно... В принципе, передать привет сегодняшнему имениннику, который косвенно и не косвенно работает. Не надо на нас смотреть загадочными глазами. Да я сюда в камеру смотрю. А, Матвей Мишарин, да. Матвей Мишарин, поздравляем Матвея. Присоединяюсь. И тоже, давайте похлопаем. Всегда приятно сотрудничать. Да, обязательно приятно сотрудничать. Ведь он для нас действительно много сделал, тоже организовал несколько хороших, интересных интервью. За Никиту Пухова я ему отдельно благодарен, потому что долго я его пытался поймать. Это, да, это сложная миссия. Да, и вот мы это сделали, если я не ошибаюсь, даже его вопросы. Наши вопросы понравились больше, чем пресс-службы вопросы. Ну ты зря это сказал. Да, еще мы... Он уверен, что Матвейг посмотрит это видео. Да. Ну это может посмотреть наш другой знакомый, да, я не дам. Да, есть такое. Не, ну есть. Кто знает, тот в курсе, как говорится. Это права шутки. Может кто-то посмотрит это видео и, например, того же Олега или Романа предложит трудовое соглашение. У нас вопрос интересный. Сколько годик будет у Джентльмена, да, что он сказки ведет до сих пор? У него сегодня бенефис того, что стендап, стендап Дмитрий Летянов. Бестор Романа Борисовича. Вот знаете, как бывает. Вот случился, что подбери сегодня. Ну вот, ну как бы да. Что, собственно, у нас осталось-то? У нас осталось, знаете, как 11 минут основного времени, а это самое-самое время перейти к нашей любимой рубрике. Стартовка третьего периода. Или как они там называются? Время. Да, 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 потому что уже все-таки можно подводить небольшие итоги и можно все-таки немножко вспомнить веселые случаи, какие были в общении с игроками или с тренерами. Давай начнем с самой, наверное, нашей приятной истории сезона. Это как мы общались с Переслужбой, ну, с командой, с Дмитрий Летяновской команды, бери сам же «Хэл». То есть там уважение. Решки. Ну, ребята, это респект просто. Ну, расскажи, Пеп. Давай. Ну, тезисно, там, знаешь, все-таки существует такая небольшая, скажем, плохая традиция командных членок, что ограничивает их в общении с прессой. То есть некоторые команды даже за это штрафуют, но с некоторой командой, так, эти парни проверены, вот, только им можно давать интервью. Да, да, да. То есть это, как бы, мейный респектуре. Это взаимное, просто, ребята, взаимное уважение. Что? Что запомнилось такого веселенького? Ну, как всегда, слетавшие из неработавшей техники интервью. Ну, это классно. Это грустная для меня история. Я могу, поэтому, вот, вообще, опять же, да, дичайшая просто вот благодарность, как говорят. Михаил, как передаем привет нашему другу Михаилу, комментатору Миша, извини, мы все еще не снимаем на айфон. Да. Почти айфон, вот, изображение какое-то четкое. Вот, собственно, поэтому, да, огромная благодарность, или, как очень нравится слово в Беларуси, говорят, подзяка. Подзяка, да. Вот, просто респект Ане Лопуховой из Торнадо и сестрам Величко Елизавете и Ольге из 762, которые согласились на второй дубль, и мы пересняли наше великолепное интервью. Вот, давай еще скажем, что мы очень расстроены, как это самое интервью с командой Агибели, вернее всего, отсутствием плей-офф и организацией бардака в юбилейном, что никуда вы девчонок заселяете в раздевалке. С точки зрения девчонок, это самая лучшая раздевалка, которая напрямую выводит практически на лед. Там же дверь-то им открывается, и сразу лед сшит. Для них это удобно. Но для нас-то нет. Для благосферы. В данной ситуации мы говорим о минусах нашей работы, а не о плюсах работы других. В этом плане все, да, мы понимаем. Но я думаю, что Агибели еще нужно присадить первое место в номинации, как это самая долго выходящая команда после матча. И самая фракционная команда. Это я о чем? Это о том, что есть четкая градация между опытными и молодняком. Если опытных можно спокойно поймать, то... Это уже проблематично. Ну, тем не менее. То вот что сделать нужно для того, чтобы проинтервьюировать Сашу Козырь или... Обратиться к Марии Баталовой. Обратиться к Марии Баталовой. Тем не менее, потому что вот тут я вижу... Елизавета Роднова также обещала свое содействие в данном вопросе, помнится. То есть здесь, да, здесь надо действовать через старших товарищей. Но, девчонки... Или действовать, да, как присутствие деловых медведиц. Кто надо, тот и выйдет. Да, ну вообще, девчонки, на самом деле... А, с делами медведицами там одна фиаска прошло все-таки. Ну, прошло. Ну, она вышла. Можно я закончу свою мысль? Да, все, я передумал. Пока. Окончание мысли. Да, просто, ну, девчонки, не надо этого бояться, потому что рано или поздно вам придется тащить это на себе, потому что... Перенимайте опыт старших товарищей. Да, старшие товарищи, они все-таки рано или поздно, к сожалению, завяжутся с хоккеем. Потом старшими товарищами станете вы и будете уже говорить. Да, и вам придется тащить это все на себе, поэтому... Готовьтесь, в этом нет ничего такого. Я вот для себя отмечу радостный момент такой, что удалось-таки поприсутствовать и задать несколько вопросов на пресс-конференциях Владимира Крикунова. Это отдельный вид искусства. Да. Я, кстати, очень рад, что ту самую пресс-конференцию «Динамо» все-таки выложил в Тамбов, Ростов. Да. Поэтому, кто не видел, смотрите, заряд позитива вам обеспечен. И главное, потом обязательно надо будет посетить и Ростов, и Тамбов, чтобы посмотреть. Нас там застрелят. Там бандиты. Утромалит. Ну, сразу видишь новое маркетинговое решение. Бандитская дерби, да? Если что, гоните за это роялти. Ростовские? Нет, да, разве это ростовские тамбовские? Да. Да. Ну, ладно. Катя, так вот. Хорошо. Так, а еще, а кого мы сегодня-то будем, кстати, на интервьюшечку? А это мы посмотрим по ситуации, по игре. Ты знаешь, мы импровизируем. Да. Это только тут у тебя блокнотик есть, у нас этого нет. Так вот, надо сегодня обязательно будет. Ну, и вообще есть такое страшное маразматическое предложение, что вот из-под кого мы тут выловим из медийных персон на матче СКА 19.46 белая медведица. То есть белые медведи. Оговорка по Фрейду. Ну, просто мы любим очень же Хайл. Ну, да, да, да. Зачем я заказал вторую бутылку воды? Не знаю, возьмешь с собой на хоккей. И, в общем, чтобы каждый из присутствующих, можно сказать, записали по три имени из белых медведей и, возможно, кто-то из 46-х. И пускай, если будем следить за их успехами дальше, и буду, на самом деле, только дико рад, если не увижу кого-то из этих парней, которых пока не знаю. Но в следующем году, допустим, если они будут в тракте... А как ты их увидишь, если ты их не знаешь? Пока не знаю, пока. Кстати, Дима, кто-то знает. Из темы про офигительных историй. Тут с КХ я уже завезла офигительную историю про замену регламента. И боюсь, что, как многие шутили в соцсетях, помянем работу менеджмента СКАФ. Ну, давай уж, колись тогда. Ну, а качок колоться-то. Ну, не все это знают. Я думаю, ты знаешь больше, как это, конечно, как бы... Я не понимаю. Ограничение потолка, теперь не ограничение переходов между командами. Давай, ладно, давай быстренько пробежимся. Теперь, условно говоря, из хоккейного клуба Сочи в хоккейный клуб СКА может проследовать не более трех человек. Официально. Но ничто не мешает... Отправить техники Силану, да? Нет, нет, нет. Ничто не мешает. Это сложные обмены совершить. Сначала отправить человека в СКАФ. Потом извините, или уже в СКАФ. А когда была эта новость? Пародин назад. А, ну не сегодня. Нет, не сегодня. Вчера, нет. Сегодня новостям доверять опасно. Да нет, там все серьезно, на самом деле. Ограничение по заявке, наконец-то, ввели 25 человек одностороннего контракта, может быть, и 75 двухсторонних и трехсторонних для команды СКАФ. Так что скоро дойдем до ограничения роста на сезон. Так это... Ну это не совсем это то, конечно. Нет, почти. Почти, но... Потрясающий ход, как говорится, в одном времени, да? Ну, СКА скупает очень много односторонников, правильно я понимаю? Ну и двусторонников тоже. Ну двусторонних, да. А теперь, как бы, мне кажется, СКА Нева может... Взахнуть спокойно, да? ...обладателем Кубка Петрова 2025. Таким образом. Потому что либо сейчас все очень многих лидеров СКА будут переводить на двусторонний контракт, чтобы разгрузить этот ростер. Либо будут... Что-то там еще... Короче, для меня это все очень сложно. Я филолог. Это все будет очень интересно и весело. Следите. Я не сомневаюсь, но я пока ничего не понимаю. Будет, будет, кажется, развитие, как это, хоккея с точки зрения бизнеса. И... И... Там, глядишь, и до драфта молодежи дойдет. Обратно? Ну как там, да, смазалось. И... Ярмар Каталата, или как она там называлась? Дичь какая-то, это не драфт. Я помню лицо Дмитрия Орлов, что ли, из Хабаровска. Грустный такой стоял. Его думали, что заберут там СКА, ЦСКА, блин. В итоге они что-то там намутили, и первый номер драфта оказался у Амура. Так, мы вообще хотели закончить на позитивной ноте, вы опять какую-то серьезку ушли. Да, что-то. Нет, у нас уже затронули, значит затронули. Зачем ты это затронули? Это что, я затронул я, потому что это охуе, че-то я. Да. Ну и что это, ну что, и соколок зарплаты, что это, с бонусами, это уже действительно темный лес, которому мы касаемо... Вот это вообще цифры, это для меня вообще темный лес, мне кажется, они могут Люцифера вызвать. Это надо для других экспертных каналов, где любят цифры, статистику. Да. Это вот работа для вас. А у нас еще, кстати, есть 1 минута 30 секунд для того, чтобы... Сменяем братаря, да? Снимаем братаря. Да. Ну мы должны тогда сказать, что мы были рады с вами, со всеми пообщаться. Всех вас, точнее, что вы нас увидели. Посмотрели. Да. Вот. Обязательно подписывайтесь на Содружество хоккейных болельщиков, на... Планету хоккей. ...на YouTube-канал Баклана Найс. Да. Это одни и те же ребята. Угу. Вот. Нет, не совсем. Это один роман. Ну, я понимаю. Как это? Это сделано, чтобы, да, как это... Все переподалось, и не паблика, да, как это... Уходим, уходим. Совсем с успехом можно сказать, что Планета хоккей и записки сумасшедшего, а в смысле записки на полях, это тоже одно и то же на хоккей. Да, кстати, недавно я разбирал повыше или там пониже где-то на YouTube будет ролик, где я разбираю все наши пять соцсетей Планеты хоккей. Будет здорово, если вы на все на них подпишетесь, будете проявлять там активность, там вот так вот, например, делать. Писать вот так вот комментики. Комментики. Вован, это в первую очередь, если к тебе просто хоккей. Вован, 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 заделись. Вот. Кстати, Аня, это чисто хоккей. Просто хоккей, да. Аня не отпустила Вовану, что ли, сегодня к нам? Я что-то так и не понял. Ну, какая-то сложная история. Я думаю, мы это узнаем через полчасика где-то. Вот. Поэтому... Аня, привет. Всем всех благ, берегите себя, любите хоккей. Да, все будет хорошим, бокалы. Я вот возьму пустую, сделаю вот так вот. Она не пустая, она не открытая. Пока-пока. Дома покакаешь. Ха-ха.